В территориальных избирательных комиссиях и МФЦ полным ходом идет кампания по приему заявлений избирателей, которые в день выборов президента 18 марта не смогут проголосовать на своем участке. Подать документ можно виртуально, как расскажет Кристина Белян. 18 марта по всей области будет открыто 544 участка для голосования. Поставить галочку в бюллетене можно будет с 8 утра до 8 вечера, но есть и исключения. В Парфино, например, избиратели смогут прийти на участок уже в 7 утра. Это связано с режимом работы местных предприятий. Голосовать многие будут под прицелом видеокамер. В 2012 году на выборах президента у нас впервые применялось видеонаблюдение на всех избирательных участках. Сейчас это будет охват 220 избирательных участков. Критерии отбора следующие. Отбирались участки, где более тысячи избирателей зарегистрировано на избирательном участке. Избирательный бюллетень Центральная комиссия уже утвердила. Листок размером чуть больше А4 будет защищен тангерной сеткой. На 42 участках подсчет голосов будут вести КАИБы. Специальные автоматизированные комплексы. Какое еще нововведение? Это применение QR-кода. Мы уже опробовали его. Также на региональных выборах, на выборах губернатора. Это защита избирательного бюллетеня машиночитаемым кодом. Кроме защиты протокола, применение этого кода нам позволяет оперативно ввести в систему газвыборы и оперативно обработать данные протоколы. Пока на территории области зарегистрировано около 500 тысяч избирателей. При этом порядок не обязывает вас голосовать по месту прописки, если вы знаете, что 18 марта будете находиться вдали от дома. Для голосования нужно выбрать удобный избирательный участок и написать заявление. Сделать это можно через сайт госуслуги, территориальное после 25 февраля и участковой избирательной комиссии и в МФЦ. Для подачи этого заявления достаточно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и знать, в каком участке конкретно вам будет удобнее проголосовать. Но если у вас этой информации еще пока нет, мы сможем помочь также найти нужный вам участок на сайте избирательной комиссии, либо по телефону единой справочной службы. По данным регионального избиркома, более тысячи человек уже обратились с заявлением исключить их из списка по месту регистрации. Кстати, допускаются и такие случаи, когда, например, житель другого региона обращается в новгородскую комиссию, чтобы проголосовать и вовсе в третьем регионе. Уже послезавтра члены избирательной комиссии начнут подомовые обходы, чтобы разъяснить все нюансы президентской избирательной кампании. Кристина Белян, Савушаков, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.